Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара сегодня. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Праздник в каждый дом. В Самаре открылись 160 елочных базаров. Не думай о ремонте свысока. Дом, где жили легендарные советские разведчики, отреставрирован. Петротворение. В Самаре прошла лекция о том, как Петр Первый в Заволжье серные заводы основал. Мороз крепчает. Аномально холодные температуры в Самаре сохранятся до конца недели, сообщает в гидромедцентре. Но уже в воскресенье, по прогнозам, столбик термометра опустится до минус 16 градусов. В декабре сеноптики обещают неустойчивую погоду. То мороз, то оттепель и снегопады. В новогодние дни ожидается настоящий праздник. Сугробы за окном, морозные узоры на окнах. Температура днем 30 и 31 декабря от минус 6 до минус 10 ночью до минус 15. Тем временем в Самаре уже начали работать первые елочные базары. Марина Матвейшина узнала, как выбрать правильную елку для праздничного настроения. Аккуратные стопки елок покрыты сверкающим инием и в мороз совсем не источают хвойные ароматы. Но одним своим видом уже создают новогоднюю атмосферу. Замерзшие пешеходы не ленятся остановиться и заглянуть на елочный базар. Здесь первые партии деревьев. Ближе к Новому году выбор будет еще больше. 500 штук, пока как бы сказать для начала. Сейчас не позволяет погода везти их. Очень холодно, боимся то, что поломается. Интересуются, покупают. На данный момент мы уже немало продали. По всему городу открыто 160 елочных базаров. Тут же к елке можно купить и аксессуары, крестовины, подставки и упаковку. Берем елку, вставляем в аппарат. Потом берем за сетку и вытаскиваем. Обрезаем и завязываем. К оформлению елочных базаров особые требования. Обязательно должны быть документы на продажу хвойных деревьев и официальная вывеска. Все наши точки будут отличаться тем, что у них будет присутствовать вот такое ограждение. Видя уже присутствие такого вот ограждения, можно понять, что эта точка легальная. Работать базары будут до 4 вечера 31 декабря. Стоимость новогоднего дерева от 200 рублей и выше. Выбрать правильную елку – это целая наука. В первую очередь делаем вот так. Берем дерево и стучим его об землю. Смотрим, сколько иголок осыпалось. Если осыпалось совсем чуть-чуть, елка нормальная, свежая. Если осыпалось много, лучше такую не брать. Следующее – отрываем иголочку, разминаем ее в руках. Должен быть запах свежей хвои. И еще один момент, на который обращаю внимание – это срез ствола. Не должно быть ни плесени, ни черных пятен. Если елка соответствует всем этим параметрам, то смело забираем зеленую красавицу домой и радуемся Новому году. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Вернули историческое лицо. В Самаре отремонтировали фасад дома, где, по легенде, жили советские разведчики, входившие в знаменитую кембриджскую пятерку Дональд Маклин и Гай Берджес. А позже, и это уже документально подтверждено, директор авиационного завода Виктор Земец. Сегодня сторожила дома 179 на фрунзе. Глядя на обновленный фасад, соглашаются. Так дом выглядел в свои лучшие годы. С места событий продолжит Валерия Макарова. Здан еще один дом, который отремонтировали по программе подготовки к чемпионату мира. Фасад здания привели в его исторический вид. При этом использовали современные материалы российского производства. Например, краска на латексной основе. Она как бы растягивается и при этом препятствует появлению микротрещин. А кроме того, лепнина на здании сделана не из традиционного гипса, а из пенополистирола с минеральным покрытием. Материалы более легкие и при этом не разрушаются от воздействия влаги. На ремонт этого фасада ушло более миллиона рублей. А всего же до конца этого года в Самаре отремонтируют 65 зданий по заказу фонда капитального ремонта. Мы впервые использовали материалы, которые обладают высокими эксплуатационными параметрами качества. Что позволяет получить годовый фасад с длительным сроком годности. Я считаю, что в ряду тех объектов, которые сделаны в этом году, наш дом занимает достойное место и по качеству, и по цветовым решениям. 13 фигурантам громкого дела черных риэлторов продлят содержание под стражей. Такое решение принял суд Самарского района. Всего на скамье подсудимых 48 человек. Незаконным путем они присваивали себе квартиры. Жертвами обычно становились старики и люди, ведущие в социальный образ жизни. Преступное сообщество состояло из нескольких групп, каждая из которых четко выполняла свои функции, потому 4 года все работало как часы. Сегодня у подсудимых подходил к концу срок их содержания под стражей. Стороной обвинения было заявлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей подсудимых на 3 месяца. 50 человек адвокатов, каждый адвокат должен высказать свое мнение, возражает он или не возражает, против продления срока содержания под стражей подсудимых. Тройка в зачетке не причина оставаться без стипендии. Дети-сироты будут получать деньги в течение всего времени учебы в институте. Изменения в законе об образовании обсудили на заседании областного правительства. Повестка была обширная, начались преобразования в регионе. Марина Кравцова расскажет, как воплощают в жизнь ключевые задачи. 15 вопросов было в повестке заседания правительства Самарской области. Основная тема касалась того, как в регионе реализуются задачи, поставленные президентом России в послании Федеральному собранию и губернатором Самарской области в послании Губернской думе в 2015 году. Одним из основных достижений можно назвать открытие в Самаре перинатального центра, где выхаживают новорожденных со всего региона. Кроме того, станции скорой помощи получили новые автомобили. Что касается образования, 1 сентября в новых микрорайонах Волгарь и Крутые Ключи открыты современные школы. 860 миллионов рублей на их строительство поступили из федерального бюджета. В общей сложности сейчас выполнено 64 задачи, остальные в стадии завершения. Строится уличная дорожная сеть рядом с Дзеном Самар-Оленом, мостовой переход в Лондинский. Продолжается реализация других мероприятий, программы. По информации министерства до конца года они будут закончены. Окончательные итоги будем проводить в феврале будущего года. Также региональный кабинет министров обсудил изменения в законе об образовании Самарской области. Теперь дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые учатся в вузах и учреждениях среднего профессионального образования, будут получать стипендию независимо от результатов сессии, даже если сдадут ее на тройке. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других темах дня. Король Нидерландов Вильям Александр присвоил самарскому космонавту Олегу Каноненко звание офицера Ордена Аранских Насау. В посольстве королевства поясняют, что звание присвоено космонавту за его вклад в развитие международного сотрудничества в космосе, в том числе во время совместной работы с нидерландским астронавтом Андре Кейперсом. В дипмиссии подчеркнули, что сотрудничество в космосе по-прежнему является основой для создания конструктивного диалога и объединения сил. Новая мотострелковая бригада Центрального военного округа, сформированная в Самарской области 30 ноября, получила по гособоронзаказу более 40 новейших бронетранспортеров БТР-82А. Боевые машины обеспечены кондиционером, имеют новую систему связи и ориентирования, а также усилены 30-мм автоматической скорострельной пушкой, спаренной с пулеметом ПКТМ. В составе бригады имеются мотострелковые подразделения на бронетранспортерах и автомобилях УАЗ «Патриот». С 1 января потребители электроэнергии, ранее находившиеся на обслуживании в ООО «Сбытэнерго», переходят на обслуживание в ПАО «Самараэнерго». Расчетные книжки для оплаты электроэнергии будут действовать до 31 декабря 2016 года. Со следующего года оплачивать электроэнергию необходимо в ПАО «Самараэнерго» по выставленным счетам. Выставлять счета ПАО будет ежемесячно. Принимая на обслуживание потребителей, «Самараэнерго» планирует проводить обследование приборов учета электроэнергии. Необходимо обеспечить доступ к приборам учета. Все сотрудники будут иметь служебные удостоверения или доверенности. Главой Новокуйбышевска стал Сергей Марков. За его кандидатуру городские депутаты проголосовали единогласно. Конкурсная комиссия рекомендовала на пост главы две кандидатуры – временно исполняющего обязанности главы Новокуйбышевска Сергея Маркова и консультанта ООО «Сервис-центра автоматика» Сергея Попова, который до 2007 года работал заместителем главы Новокуйбышевска. После торжественной присяги Сергею Маркову вручили знак главы города, и он официально вступил в должность. Самыми популярными именами в уходящем году стали Артем, Александр, Анастасия и Виктория. Всего же органы ЗАГС Самарской области за 10 месяцев 2016 года зарегистрировали более 30 тысяч новорожденных. По-прежнему в моде давать детям необычные имена. Так в губернии на свет появились Амелина, Феврония, Дементий, Радислав, Саитогор и Златослава. Молодым дорогу и трамвайные пути. Профессия водителя электрического транспорта становится все более популярной. В учебном центре ТТУ нет свободных мест. Желающие владеть ремеслом могут поступить на следующий курс, а первые выпускники центра уже год перевозят пассажиров. За что любят свою работу молодые водители, знает Марина Матвеевшина. Как укротить железного коня не понаслышке знает Оксана Авдеева. Большой брутальный трамвай сдается хрупкой девушке в руки и под ее управлением становится ласковым и послушным. В принципе, трамвай готов к использованию. Можно ехать. Управляет трамваем Оксана Авдеева только год. Она одна из первых выпускников учебного центра ТТУ. Говорит, увидела объявление о наборе и сразу поняла – это судьба. Я как-то всегда мечтала работать на железной дороге, скажем так, а трамвай – она маленькая, но железная дорога. Не разочаровала у вас работа? Ни капельки, даже еще больше, скажем так. Я проникаюсь этой работой все больше и больше. Скучать на работе не приходится, что ни неделя новый маршрут. Поначалу новичкам дают короткие и не самые сложные маршруты. Затем постепенно пробуют на популярных. Оксана уже предвкушает, как будет ездить на двадцатке. Колеса стучат по рельсам, пассажиры спешат по своим делам, все вокруг живет своей жизнью. Оксане нравится чувствовать себя частью большого города. Город – это большой организм. Дороги – это вены. Общественный транспорт – это кровь, которая, скажем так, перевозит пассажирский поток по, скажем так, как гонит по дорогам. И это ответственная работа, как мы приносим пользу людям, также городу. Все больше молодых водителей выходят на трамвайные и троллейбусные маршруты. За последние два года коллектив ТТУ помолодел, в смысле стажа сотрудников. Учебный центр, который начал работу пару лет назад, выпустил несколько десятков новых специалистов. Лекции и практические занятия проводят сами работники трамвайно-троллейбусного управления. Делятся опытом с молодыми. Кто, как не они, расскажут обо всех тонкостях водительского мастерства. До пяти минут включительно, да? Свыше пяти минут уже будет стоянка, неостановка. Это все должны прекрасно знать, так как будет очень много билетов на эту тему, очень много жизненных ситуаций на эту тему. Учиться в Самару приезжают из Оренбурга, Казани, Краснодарского края. Иногородним предоставляется общежитие, а всем слушателям стипендии. А при успешно сданных экзаменах гарантировано трудоустройство. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Здесь Петр бывал. Визиту в Самару первого российского императора была посвящена лекция, которую могли горожане посетить совершенно бесплатно. Совместный проект мэрии и самарской газеты пользуются популярностью. Сергей Ромашов едва смог найти свободное место в аудитории. Сам Петр Алексеевич дважды пробывает по волке мимо Самары, и он сам наблюдал, что это за край, и что с ним можно было сделать. В аудитории аншлаг. Лекцию читает доктор исторических наук Эдуард Дубман. На улице крепкий мороз, но самарцы все равно пришли послушать про самарскую главу и жизни первого императора России Петра Первого. Тема выбрана не случайно. Именно в Петровскую эпоху были заложены самарские торговые и промышленные традиции. А птенец гнезда Петрова Василий Татичев основал Ставрополь на Волге, современной Тольятти. В Заволжье Петр Первый основал сергиевские серные заводы. Профессор Эдуард Дубман считает, это должен знать каждый самарец. Человек, который живет вот здесь, на этой земле, он должен знать ее историю. И история должна быть не только вот сиюминутная. Вот тут построили, и так далее, и так далее. Но надо знать и корни тех людей, которые здесь ожились, которые освоили этот край. Для самарцев подобные лекции источник бесценной информации, которую не найдешь даже в интернете. Конечно, здесь мы получаем более обширную информацию, чем в школе. Ну, раньше у нас были уроки краеведения до определенного класса, затем они закончились, и, собственно говоря, уже получать информацию было неоткуда. Выступление профессора Дубмана – это часть большого проекта городской администрации и Самарской газеты. Подобные лекции уже прошли в Самарском районе, теперь в Железнодорожном. На очереди – Октябрьский. Сергей Ромашов, Константин Головин. События. Это далеко не вся картина дня, и вот какие материалы готовят наши журналисты к следующим эфирам. Предупрежден, значит вооружен. Росгвардия проверит, правильно ли владельцы оружия его хранят. Ударили рекламными щитами по ландшафтному дизайну, вандалы вернулись на Южное шоссе. Все как у людей. В Самарском зоопарке отмечают Международный день обезьяны. Это все новости на этот час. Хотите получать свежий номер Самарской газеты раньше всех, а к тому же бесплатно, легко скачивайте приложение для iOS и Android и читайте Самарскую газету там, где это удобно вам. Жизнь города всегда в вашем мобильном. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!